Здравствуйте, наши дорогие любители Ирландии! Меня зовут Виталий, я Валычек, группа Гринград. И сегодня мы расскажем вам одну очень поучительную историю о том, что мир не делится на зелёное и оранжевое. И что в каждой пинте ирландского пива можно найти ревучку немецкого смакса. Итак, Гитлер развязал Вторую мировую войну. Европа застонала от удовольствия. Шотландия сказала «Окей», а Войнс застонал. Да, п***я! А Ирландия объявила нейтралитет! Ненависть ирландцев к англичанам была настолько высока, что они не захотели выступать на их стороне. В октябре 1939 года в британский форенопис поступил меморандум «Ирландское мнение и война», в котором ирландцы приводили статистику о том, что около 80% населения Ирландии против вступления их страны в войну, а 10% наоборот за вступление в войну, но не на стороне Британии. Великобритания хотела в том числе использовать военную базу Ирландии и вела об этом переговоры. Черчилль даже грозил захватом. Дошло до того, что Великобритания обещала отказаться от раздела Ирландии, предоставив ей территориальную целостность, если бы так вписалось на их стороне в войну против Гитлера. Но Ирландия сказала нет, а Великобритания ввела против нее санкции. Поэтому в 1941 году возник экономический коллапс, приведший даже к проблемам с поставками топлива в Ирландию. Все было настолько плохо, что начиная с 1939 года Ирландская республиканская армия проводила террористическую деятельность на территории Англии, опираясь на поддержку никого иного, как нацистской Германии. Да в общем-то и ранее в 1934 году Ирландская республиканская армия за симпатией относилась к фашистским переворотам в Италии. Стоит заметить, что эта организация в те времена приняла в качестве униформы голубые рубашки, всячески демонстрируя свои ультранационалистические, если даже не нацистские, устремления. Стоит заметить, что в те времена словосочетание «дэ щик» приобрело в Ирландии достаточно оскорбительное значение. В 1936 году началась гражданская война в Испании, и около 700 ирландцев отправились воевать на Пиренейский полуостров за войска Франкула. Именно из их числа в 1937 году был сформирован отдельный ирландский батальон под названием «Пандера». Но боевой путь этого батальона оказался достаточно бесславным. Родобой и пьянство было обычным делом. И уже в апреле этого года Франка приказал распустить это формирование. В 1939 году Ирэа начало крупномасштабную террористическую операцию, взрывая бомбы во многих городах Англии. Арбер послал своего агента, чтобы в Ирландии налаживать связь с целью каких-то коннектов с Ирландией против Англии. Но ирландская полиция провела серию рейдов по всей стране, изымая боеприпасы. В итоге вся деятельность Ирэа была сведена к лулю. Тем не менее, в 1940 году кульер из Ирландии приехал в Германию с самосбродным планом высадиться через их территории в Северную Ирландию и провести свои операции. Однако, почему-то нацисты отвергли этот план. Военная суета Ирландской республиканской армии в поддержку нацистов против Великобритании получила название «Северной кампании». Северное командование Ирак планировало воспользоваться отвлеченностью армии Великобритании на фронтах Второй мировой войны, чтобы получить под свой контроль весь остров Ирландии. План, однако, полностью провалился, потому что части Ирландской республиканской армии оказались неспособны действовать слаженно и вести какую-либо не было грамотную войну. Но справедливости ради нужно сказать, что ирландцы также вступали в армию Великобритании. И добровольцев, которые были готовы сражаться против Гитлера, набралось приличное. Конечно, ирландцы попадали в лагеря военнопленных, и гитлеровцы старались и их тоже переманить на свою сторону. Но из-за этого ничего не вышло, потому что ни дисциплины, ни какого-то огромного желания сражаться за фюреры у ирландцев не было. И попадая обратно в плен союзникам, они, естественно, переходили на их сторону и сдавали все свои секреты. Летом и восемь 1940 года Адвер предпринял ряд неудачных попыток высадить диверсантов на территории Соединенного Королевства. В частности, в июне 1940 года бывший судовой капитан Уолтер Саймон сошел на берег с немецкой подводной лодки. Однако, вскоре он был задержан в абсолютно пьяном состоянии при достаточно комичных условиях. Да и мало того, еще выяснилось, что ровно год назад он был депортирован из Великобритании за шпионаж. А вот после окончания войны Ирландия официально выразила соболезнования по поводу смерти Гитлера. Хотя посол Германии, с которым у президента Ирландии была классная дружба, предупреждал не делать этого. Ну, дескать, мы уже и так проиграли и облажались по полной. Зачем? А ирландцы, вписавшиеся на службу британским войскам, покрыли позором себя в глазах своей Родины. И лишь в 68-ю годовщину победы на нацистской Германии, ирландский парламент согласился простить тех своих соотечественников, которые бежали из Ирландской армии в Британскую, чтобы воевать против Гитлера.